Доброго ранку, друзья! Я Чаба Бакош, кулинарный эксперт в шоу «Ранок дома». Цей неделю буду готовить из своего Закарпаття, из родного своего дома. Потому что 10 октября Российская Федерация начала наносить ракетные удары по всем нашим городам Украины. Именно за это «Ранок дома» решил, что пока будем выходить именно в таком формате. Welcome to дома. Давайте начнем. Сьогодні будем готовить настоящий угорский, мадьярский лечо. Покажу, как это делать. И будем это делать на костре, на огромной сковороде и для большой компании. Поехали! Для осеннего лечо для великой родины, приготовленного на вогнищи, знадобиться Поехали, друзья! Друзья, нарезаем цибулю полукольцами. Настоящий венгерский лечо состоит из трех важных ингредиентов. Это обязательно цибуля рыбчатая, которую я сейчас режу. Потом зеленый перец. Я сейчас объясню, почему это очень важно. Потому что это блюдо угорское, и это символизирует угорский прапор. Белая цибуля, зеленый перец и червеный помидор. Но я имею один вот такой синий лук для красоты. Обязательно тоже добавлю. Я очень люблю, если ежа не только смачная, а яскравая. Есть. Есть. Трошки. Полия. Вот так. И сразу перегружаем сюда цибулю. Пекельная кухня! А вы боялись. Припускаем цибулю. Дуже швидко. Нарезаем зеленую паприку. То есть зеленый перец. Практически готовим, как китайцы, на воге. Дуже швидко. На большой температуре. Поджариваем овощи. Добавляем зеленый перец. Но очень важно, что в лечо должно быть много перца. Так что трошечки еще подрежу. Матяш и Оливер обожняют венгерский лечо. То есть даже не венгерский, а мадярский. Потому что мы мадяры. Слава Богу. Трошки можно посолить. Трошки посолим. Перемешаем. И вообще будем бланшировать помидоры. Бланшировать, в принципе, небольшое искусство. Робим такие надрезы. И зальем просто окропом. Вот так. Есть. До речи, моя бабуся никогда не снимала шкирки из помидора. А сейчас осень. И у помидора шкирка достаточно толстая. Заливаем. Нехай трошки поплавают. Нагриваются. Вот так. И пока мы будем заниматься нашими справами, нехай плавают. Роздавливаем один чеснок. Это по вкусу. Если тебе не нравится, можешь не класть. Но мы в селе Закарпатской области Дерцен-Мукачево. Тут, слава Богу, тихо. Але тут тоже, как и по всей Украине, повитренние тревоги. Но, поверьте, нас не залякаты. Ляканы, как у нас на Закарпаттии говорят. Так что мы победим. Даже никто в этом не сомневался. Это наша земля. Идите домой и гуляйте дома с медведями. Только не тут. До речи, Украина. Наши овощи притушились. На данный час это алденте. И мы можем почистить помидоры. Вау! Смотри, железная рука. Достаем. Ааа! Очень горючо. Смотри, как снимается. Маленькое сердце. Очищаем от кожуры. Но никогда не забываем, что мы должны помешать. И не забываем, что иногда мы должны помешать наш лечо. Доброе. Тут все разное. Есть. Ммм. Это оно. Вырезаем попки у помидоров. Вот так. Есть. Вот так. Нарезаем. можно не очень красиво, потому что помидоры растают. Мы их, видите, в лечо их не будем. А если мы шкирку оставили, вот шкирка, она мешает. Все, сразу помидоры. Помешиваем. Зараз мы трошечки добавим трешечки черный перец по вкусу. Я обожаю черный перец, потому что это моя улюбленная приправа. Хотя черный перец и, ну а как же, паприка наша, национальная, без паприки. Магарь ничего не делает. Как на меня, идеальный снаданок. Не только для взрослых, а для детей тоже. Как я сказал, бачишь, томаты майже не видно. Добавляем яйца. Так, нормально. Сковородка-то большая. Ого. Ого. Супер. Перемешиваем. Как будто сделаем скрэмбл. И не дожариваем яйць. Я хочу, чтобы он создавался такой соус, понимаешь? Вот. Так. И когда яйца начинают схватываться, только тогда добавляем закарпатскую паприку. Сладкую. Вот так. Это не много. Так нужно. Так. Перемешиваем. Негай Патрика откроется. И фокус. Дед так любил. Багато, багато сметаны. Он завжди любил макать. Белый, свежий хлеб. И лечо. Вот это он любил. Полюблял. И пока наша сметана вместе с лечо, с овощами нагреется, мы маем час нарезать петрушку. Только петрушку. Зелень петрушки. Укроп сюда добавить не нужно. Потому что укрепа очень интенсивный вкус. И он отберет от овощей вот этот прикольный осенний смак. Только начинает булькать. А ты должен его снять из огня. Негай, трошки. Вот так. Посыпаем нарезанную зеленью. Вот так. Как любил мой дед. И я тоже так люблю. Сробим кринки из белого хлеба. И дивись, как это очень красиво получилось. Угу. Греночки разрезаем навпил. И просто так втикаем наш лечо. Наискосок. Вот так. Рецепт осеннего лечо для великой родины, приготовленного на вогнищи. Нарежьте цибулю півкільцями і підсмажьте її на пательні до напівготовності. Перец порежьте смушками та смажте разом із цибулею. З помидорів зніміть шкірку і бланшуйте їх. Далі слід порізати томати півкільцями та обсмажити разом з іншими овочами. Посолити, поперчити, покласти паприку. Додайте яйця та сметану і нехай страва кілька хвилин покипить. Посипте подрібненою зеленню і подавайте. З цим прекрасним мадярським лечо всем желаю гарного дня, мирного неба. Ми – победінь, Україна – понад усе. Побачимось.